Предположим, мне 40 лет. Я женат. Я женат. У меня двое детей, и именно я приношу основную долю доходов в семью. Я обеспечиваю большую часть дохода моей семьи. У нас есть ипотечный кредит. Я надеюсь, что мои дети пойдут в колледж, и что у нас получится платить за колледж. Также я хочу быть уверен, что моя супруга, если что-то со мной случится, будет получать пенсию. Может быть, она не сможет зарабатывать. Или даже если сможет, то нужна будет определенная сумма, чтобы позаботиться о моих детях, если со мной что-то случится. Я хочу быть уверен, что все это будет обеспечено в случае, если я умру, и я задумываюсь о страховании жизни. Страхование жизни. Думаю, все мы понимаем общую идею страхования жизни. Вы платите некую сумму на регулярной основе, и в случае, если вас не станет, ваши родственники, тот, кого вы назначили бенефициарами своего полиса страхования жизни или состояния, эти люди получат определенную сумму денег. Но страхование жизни не так уж просто. Это одна из версий страхования жизни. Другая — сложнее. Есть два типа страхования жизни. Первый — это срочное страхование. А другой — пожизненное страхование. Пожизненное страхование жизни. Расскажу о срочном, потому что, честно говоря, оно проще. Я иду к страховому агенту. Страховой агент говорит мне, если вы платите ежегодно взнос в 500 долларов… Слово «взнос» означает сумму, которую нужно платить каждый год. Если вы платите взнос в 500 долларов ежегодно в течение 10 лет, так что срок здесь 10 лет, если вы умрете в любой момент в эти 10 лет, мы выплатим вам 500 тысяч долларов. Вернее, выплатим вашей семье или бенефициарам по вашему полису 500 тысяч долларов. Бенефициары — это люди, которые получат доход от вашего полиса, которые получат выплату в случае, если вас не станет. За следующие 10 лет вы выплатите 5 тысяч долларов. Если вы умрете, ваша семья получит 500 тысяч долларов. Почему это может быть выгодно страховой компании? Страховая компания рассуждает так. Если вы не курите, у вас хорошее здоровье, то маловероятно, что вы умрете в следующие 10 лет. Если у них тысячи таких клиентов, то они получат прибыль. Конечно, кто-то действительно умрет, но они получат взносы от всех остальных. И это более чем покроет компенсации, которые они должны людям, пострадавшим от несчастного случая, или умершим по какой-то еще причине. Это называется срочным страхованием жизни. Потому что здесь, если вы не умрете в течение этих 10 лет, нужно будет делать новый страховой полис. Если вы не оформите новый страховой полис после этих 10 лет, и вы не умерли, то ничего не происходит. Вы просто продолжаете жить. Все деньги, которые вы вложили, исчезают и достаются страховой компании. Вы дали их ей на тот случай, если бы вы умерли в течение этих 10 лет, но вы не умерли. Все хорошо. Но минус здесь в том, хотя, с другой стороны, это плюс. 10 лет прошли, и вам уже не 40, а 50 лет. Может, ваши дети начали учиться в колледже. У вас было время скопить еще денег для ухода на пенсию. Было время выплатить большую часть ипотеки, и, может быть, скопить еще немного денег на колледж. Тогда вы скажете, 10 лет — это отлично. Если подумать, тогда мне было 40 лет, требовалось больше времени, чтобы выплатить ипотеку. Скопить деньги на колледж, скопить на уход на пенсию, тогда вы могли бы сделать полис на 20 лет. Сделать полис на 20 лет. Если вы делаете полис на 20 лет, то взнос будет немного выше. Вы будете платить его ежегодно, а сумма будет немного больше, потому что шанс умереть в возрасте от 50 до 60 лет более высок, чем в возрасте от 40 до 50 лет. Страховая компания просчитает эти вероятности и возьмет с вас немного большую сумму. В любом случае, при срочном страховании платится фиксированный взнос за фиксированный период. Если вы умрете в течение этого периода, семья получит компенсацию. Если же нет, то срок страхования кончается и нужно получать другой страховой полис. И дальше, может, когда вам будет 70 и вы не умерли, надеюсь, что это так, становится очень сложно получить срочное страхование жизни. Страховая компания скажет, что у вас высокая вероятность смерти в возрасте от 70 до 80 лет. Мы не хотим брать такой риск. Так что срочное страхование подходит, если вы чувствуете, что в определенный период своей жизни, т.е. в ближайшие 10 или 20 лет, у вас множество обязательств. Если что-то случится с вами, семья сможет использовать выплату от полиса, чтобы самим выполнить эти обязательства. Это то, что у меня. У меня полис срочного страхования, потому что мне сейчас 34 года. У меня ипотечный заем и маленький ребенок. И я должен быть уверен, что если что-то случится со мной за следующие… Я думаю, срок моего полиса — 20 лет. Если что-то случится за следующие 20 лет, то семья получит достаточно денег, чтобы выплатить ипотеку и иметь деньги на колледж. И затем, возможно, сколько-нибудь останется на пенсию моей жене. Второй тип полиса — пожизненный. Полис пожизненного страхования нужен людям, которым не нравится, что нужно платить деньги за срочный страховой полис год за годом. Но, если вы не умираете, что, кстати, замечательно, если вы не умираете, то все эти деньги уходят в никуда. Вы не получите их назад. Вы не скопили их и не вложили. Другой вопрос, что срочное страхование действует только определенный срок. 10 лет, 20 лет или сколько угодно. Некоторые бы предпочли платить взносы всю жизнь, а после смерти, а мы точно знаем, что все мы умрем, после смерти будет компенсация. Так что, если мне 40 лет, я могу платить взносы следующие 40 лет, но когда исполнится 80 лет, если меня не станет 80, моя семья получит что-то за всю ту страховку, которую я платил. Пожизненное страхование имеет преимущество, так как сохраняет ваши взносы и гарантирует, что ваша семья получит выплату. Но в страховых компаниях сидят неглупые люди. Они тщательно исследуют все вероятности, и для них важно получить прибыль. Поэтому при пожизненном страховании они просто берут более высокие взносы, чтобы дать то, что в срочном страховании. И есть много аспектов страхования, включая накопительную часть. Но за это они требуют больше платежей, чтобы это было для них выгодно. В пожизненном страховании для такого же 40-летнего я беру числа наобум, и вам нужно связаться со страховым агентом, если нужны более точные цифры. Предположим, выплата также равна 500 000 долларов. Но ваш взнос в данной ситуации будет немного выше, чем при срочном страховании. Может, 5 000 долларов в год. А срок — вся ваша жизнь. Так что здесь нет срока. Даже не нужно писать слово «срок», потому что здесь его нет. Это вся ваша жизнь. Даже не нужно переписывать. Это название полиса. А если вас в какой-то момент не станет, то есть вы выплачиваете страховку, пока не умрете, и тогда ваша семья получит выплату. После смерти бенефициары, люди, которые извлекают выгоду из вашей страховки, получат 500 000 долларов. Это может показаться настоящим грабежом. Здесь вы платите в 10 раз больше, но компенсация по смерти одна и та же. Но стоит задуматься, чтобы понять, почему это не такой уж и грабеж, хотя это будет всегда немного дороже, чем срочное страхование. Но пока вы продолжаете выплачивать взносы, выплата по смерти вам гарантирована, потому что однажды вас не станет. Если только вы не знаете чего-то, чего остальные не знают, однажды вас не станет. В срочном же страховании, как только вам исполнится 60 или 70, страховая компания назначит вам взнос намного выше, чтобы застраховать на эту сумму, потому что вероятность того, что им придется выплатить страховку, высока. В пожизненном страховании вы платите тоже, я бы сказал, очень высокий взнос всю вашу жизнь. Ранее в вашей жизни, когда вам 30, 40 или 50, этот взнос будет определенно выше, чем взнос в срочном страховании. Но, может быть, когда вам исполнится 70, если это случится, и вы захотите заключить срочное страхование, вам даже не удастся это сделать. Или, если удастся, то вам назначат огромный взнос. Может, 6 000 долларов в год, может, даже 10 000 долларов в год. В этот период жизни этот тип страховки будет немного дешевле. Чем еще выгодно пожизненное страхование? Страховая компания по умолчанию откладывает часть этих денег, чтобы надежно застраховать вашу жизнь. Но также они откладывают часть этих денег в виде наличных. Эта сумма увеличивается со временем. Не весь ваш взнос переходит в наличные, но некоторая часть остается. Сразу же в первый год обычно страховой взнос весь идет в страховую компанию. Затем каждый год некая доля вашего взноса идет на что-то вроде сберегательного счета внутри страховой компании. Я назову это наличными накоплениями. И по ним начисляются проценты. Можно получать проценты, пока вы работаете со страховой компанией. И проценты начисляются на основе отложенных налоговых платежей. Тот, кто пытается продать вам пожизненную страховку, скажет, что это хорошее дело. Вы платите взнос. Этот взнос страхует вас на всю жизнь. В конце концов, ваша семья получит компенсацию по смерти, пока вы продолжаете платить взносы, а они увеличивают для вас эти наличные накопления. Если в какой-то момент вы решаете, что все эти риски более несущественны для вашей семьи, вы больше не хотите выплачивать эти взносы, может быть, вам 65 лет. Вы выплатили всю ипотеку, накопили определенную сумму денег, и решаете перестать это выплачивать, когда вам 65 лет. Вы выходите из игры. Но тогда вы сможете получить наличное страховое возмещение. И забрать себе эти наличные деньги и проценты. Но чего они вам не скажут. И вы вполне этим довольны. Здесь в одном флаконе и страхование жизни, и в то же время накопление средств. Но редко указывается то, что с этих наличных сбережений берутся огромные комиссии. Так что, наверное, даже точно лучше было бы в такой ситуации, если вы хотите накопить деньги и все же иметь страхование жизни на фиксированный период времени, в течение которого вам нужно выплатить по многим обязательствам, вам выгоднее было бы купить полис срочного страхования и выплачивать небольшие взносы. А разницу, если она вообще есть, я взял все эти цифры с потолка. Но разницу, скажем, она равна 4500 в год. Положить на сберегательный счет. Или инвестировать ее, или вложить во взаимный фонд. Все, что угодно. И к окончанию вашего полиса, таким образом вы скопите больше денег и получите больше прибыли, потому что вам не придется платить огромной комиссии страховой компании. Я только что понял, что не ответил на вопрос, который крутился у вас в голове. При пожизненном страховании вы платите этот взнос всю свою жизнь до момента смерти. И когда вас не станет, ваша семья точно получит компенсацию. То есть они точно получат 500 000 долларов после вашей смерти. Мы также говорили о том, что если в какой-то момент вам больше не нужно пожизненное страхование, вы можете перестать платить взносы. Ваша семья не получит страховое пособие после вашей смерти, но вы получите выплату наличными, или то, что останется после того, как страховая компания забрала свою комиссию и отложила некую страховую часть того, что они вам продают. Но вы можете спросить, когда вас не станет, что случится с наличной суммой? Так как, прежде чем вы умрете, их можно обналичить. В случае смерти вы получите компенсацию. Но что станет с наличной суммой? Вы ее не получите. Вы ее не получите. Ее рассматривают как подкрепление вашего страхового пособия по смерти. И, что не очень хорошо, если по какой-то причине эта наличная сумма больше, чем страховое пособие по смерти, может быть, вы проживете необычайно долго. Если вы живете 50 лет или живете до 90, то есть вы будете оплачивать страховку в течение 50 лет, и вы платите 250 000 долларов, но вы получаете сложный процент. Вы получаете прибыль год за годом. Может, эта наличная выплата становится равна 600 000 долларов вместе с процентами и всем остальным. Несмотря на это, если вы умрете, хотя было бы не очень умно с вашей стороны так поступать, ваша семья получит только 500 000 долларов. И возникает такая мысль. Если вы знаете, что ваша наличная выплата больше, чем сумма, которая будет выплачена, если вы умрете, лучшее решение — это перестать платить взносы и получить наличную выплату и отдать ее вашей семье вместо того, чтобы ждать смерти. Потому что в этом два недостатка. Первый — вы умираете. А второй — вы получите меньше денег. Но, отвечая на ваш вопрос, в случае вашей смерти ваша семья не увидит накопительную часть. Они лишь получат вот эту компенсацию. Надеюсь, вам было интересно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...